Солнечные деньки уходящего бабьего лета редко балуют нас осенним теплом, напоминая, что не за горами зима. Если говорить о погоде производственной, то здесь градусник, можно сказать, зашкаливает. В этом смогла убедиться группа экспертов Всемирного банка во главе со старшим специалистом по энергетике, руководителем проектной группы Пеккой Салминеном. В ходе визита в Гомельскую область зарубежные гости провели мониторинг финансируемых объектов в рамках займа повышения энергоэффективности Республики Беларусь, а также использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения. На сегодняшний день у нас займа биомассы находится в Гомельской области, и мы осваиваем деньги на 23 миллиона долларов. Это мы ведем строительство котельни в Зябраке, мы сегодня находимся в этом месте. Мы ведем строительство котельни в греческом районе городской поселок Заречья и реконструкция строительства имени ТЭЦ в городе Калинкович. По дополнительному займу мы сегодня ведем строительство, реконструкцию ТЭЦ-1 в городе Гомелье. Идет успешно проект, компания китайская КМЭК ведет строительство этого объекта. К концу года уже поставлено почти что все оборудование основное. Где-то к концу года мы должны освоить около 38 миллионов долларов. Сам контракт заключен на 46,6 миллионов долларов. Всемирный банк – организация серьезная. Деньги там считать умеют, и готовы их потратить лишь на действительно необходимое дело. В числе приоритетов – энергосбережение и энергоэффективность. Начиная с 2006 года средства были выделены 13 районам Гомельской области, которым необходима помощь в реализации проектов по снабжению тепла и энергосбережения. Охвачено 170 объектов в социальной сфере. В школах, больницах и детских домах Гомельской области произошла замена окон и дверных блоков. Проведена замена светильников на энергоэффективные. Установлено новое оборудование и усовершенствована система теплоизоляции. Проведена замена коммунальных котельных и изношенных теплосетей. Пять населенных пунктов получили газовое отопление. Специалисты Всемирного банка оказывают поддержку в виде займов, технической помощи и координации помощи из других источников. Только по данным проекта освоено свыше 30 миллионов долларов. Большая часть из них – средства Всемирного банка. Это свыше 25 миллионов. Особое внимание уделяется районам, пострадавшим от чернобыльской катастрофы. В рамках займа Всемирного банка более двух лет назад в городке Еремино Гомельского района построена новая котельная, которая обеспечивает теплом жителей населенного пункта. Здесь установлено современное оборудование, которое в основном функционирует на местных видах топлива. В случае сильных морозов подключаются резервные, работающие на природном газе. Аналогичный проект вводится в эксплуатацию в этом году и в населенном пункте Зябровка. На момент наших съемок объем выполненных работ составил 90%. Мы находимся на территории вновь строящейся котельной в населенном пункте Зябровка. Это второй проект, реализующийся в районе по займу Всемирного банка. Первый проект мы реализовали в населенном пункте Еремино, который успешно работает. Это два котла на газу, два котла на местных видах топлива. Аналогичная котельная практически строится здесь. Здесь оптимизируются две котельные. Выводится на новый этап данная котельная, перекладка тепловых сетей. Непосредственно осуществлена, что дало возможность уменьшить потери в тепловых сетях. Данный проект обозначен в пределах 3 миллионов 400 тысяч долларов. Гостей из Всемирного банка интересовало буквально все. Инфраструктура, региональные особенности и, конечно же, экология. Строительство современной котельной идет быстрыми темпами, начиная с марта месяца. Устанавливается новое оборудование, которое заменит две старые котельные постройки 1957 года, работающие только на природном газе. Здесь два котла по 2,5 мегаватта. Это идет на МВТ, на отопление. И два котла по 0,8 мегаватта, это на горячее водоснабжение на поселок. Для пиковых морозов еще установлены два котла газовых. Благодаря этому проекту мы поменяли здесь около 2 километров сетей, заменили на новое. На гибкую трубу, что экономически выгодно, меньше потери, чтобы больше до потребителей доходило. Но самая главная экономия то, что мы за все энергоносители рассчитываемся валютой. А местные виды топлива, те же самые дрова, древесные отходы. Здесь, по крайней мере, она будет, эта котельная на щепе работать. Оно гораздо дешевле и хотя бы в белорусской валюте, поэтому это тоже есть свой плюс. Экономия должна быть комфортной. Строители трудятся в две смены и обещают сдать объект к открытию сезона, чтобы тепло вовремя поступило в дома жителей поселка Зябровка Гомельского района. На сегодняшний день, наверное, такого показателя в республике нет, в районных центрах. Значит, у нас удельный вес котеля, работающих на местных видах топлива, который сегодня тема очень актуальная, где-то порядка 72 процентов. То есть где-то среднеобластной показатель у нас где-то 35-36, по-моему, процентов, если я не ошибаюсь. Но Гомельский район на сегодняшний день в данном направлении, говорится, идет как бы широкими шагами. Использование древесного топлива нашло широкое применение в нашей стране. Определяющим фактором для развития биоэнергетики является повышение энергетической безопасности страны, сокращение поставок топлива из-за рубежа и постоянно растущие цены. По словам специалистов, на сегодняшний день котельные и мини-ТЭЦ на местных видах топлива могут конкурировать с аналогами, работающими на природном газе. Если говорить на будущее, то на сегодняшний день рассматривается вопрос нового займа по биомассе. Это где-то планируется на конец 2017, начале 2018 года. Затраты уменьшить, чтобы была не рефективность на этих объектах. Мы неоднократно уже посещаем с миссией банка эти объекты и видим, что сегодня успешно ведется строительство этих объектов. Поэтому мы сегодня согласны и больше давать сюда денег с тем, что сегодня есть хороший чеченский потенциал, где люди понимают и себя настраивают на экономию энергосбережения. Как один из вариантов сотрудничества Гомельская ТЭЦ-1. Это уже далеко не первый визит представителей Всемирного банка к энергетикам. Еще четыре года назад они обратили внимание на одну из старейших в Беларуси электростанций. Гомельская ТЭЦ-1 построена в 1923 году, в период всеобщей электрификации советской страны. Во время Великой Отечественной войны была взорвана, а затем восстановлена. Но никак не рассчитана на потребности постоянно растущего Гомеля и давно нуждалась в модернизации. На рабочем заседании экспертная комиссия познакомилась с ходом реализации финансируемого инвестиционного проекта. Здесь ведется серьезная реконструкция. Монтируется новое энергоэффективное оборудование. Газотурбинная установка мощностью 25 мегаватт с небольшим сроком окупаемости. Паровой турбоагрегат мощностью 4 мегаватта и котел-утилизатор паропроизводительностью 40 тонн в час взамен демонтированного котла Шихао еще довоенного производства. На месте этого котла сделана площадка, демонтирована тоже часть здания. И на месте этого котла у нас будет установлена газовая турбина производства фирмы Хитачи и котел-утилизатор фирмы Ханчжоу Китай. Отличительной особенностью данной работы и данной площадки ТЭЦ-1 является очень большая стесненность. Потому что здание, котельное старое, здание, которое окружает, это уже старое. Никто не думал, что будет такая реконструкция производить. Проблема загнать сюда технику, проблема растаможить. У нас мы сделали новую зону растаможки оборудования, которое получаем из-за рубежа. Приходит очень много машин. В прошлой неделе у нас было 16 фур. Пришел корабль, значит, с Китая и привез оборудование. Поэтому это большая проблема. Но мы общими усилиями, значит, Гомель Энерго, Гомельских руководствах тепловых сетей, ну и нашим персоналом ТЭЦ-1 эти проблемы стараемся решить. Строительство объекта под ключ осуществляет китайская машиностроительная корпорация. Для консультации приглашены специалисты фирмы Митсубисием, производителя главной турбины. Более чем столетняя история объекта привносит и неожиданные сюрпризы, связанные с техническими и архитектурными особенностями. Сюрпризы были у нас еще третья очередь есть. Там, значит, есть канал. Раньше это было место, куда подавался торф, так как ТЭЦ-1 работала на твердом топливе, на торфу. И там был обнаружен под землей канал, а рядом с каналом были обнаружены узкоколейка. То есть рельсовое полотно, по которому вагонитки торфа подавали на ТЭЦ. Мы их просто демонтировали, они были под землей все. И на этом месте поставили фундамент здания выдачи мощности в энергосистемы. Все возникающие проблемы быстро решаются совместно с нашим заказчиком Гумелинерго, поэтому сроки ввода в эксплуатацию электростанции будут сокращены. Совместная наша задача, поставленная перед Гумелинерго и нашей фирмой, думаю, будет выполнена 30 июля 2017 года. Иностранные эксперты выразили удовлетворение результатами текущих проектов. И это позволяет детально планировать новые этапы сотрудничества с Всемирным банком в сфере энергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности. Мы уже очень много лет сотрудничаем с Гумелинским областным отделением Департамента по энергоэффективности. Могу сказать, что там работают настоящие профессионалы, и у нас сложились очень хорошие отношения как на охотчем, так и на человеческом уровне. В Гумелинерго работают настоящие профессионалы, работать с ним тоже всегда очень приятно. И сегодня утром мы были рады убедиться в том, что Гумельская ТЭЦ-1, скорее всего, будет запрошена с опережением графика. Всемирный банк является партнером нашей республики в реализации стратегических проектов. Многие из них находятся на стадии реализации, а некоторые в процессе разработки и планирования. В перспективе Всемирный банк планирует осуществить проект по повышению энергоэффективности зданий. В основном будет направлен на общественное здание, но, возможно, в него войдут и проекты по жилищному фонду. А в ближайшей перспективе мы надеемся, что будет выделено дополнительное финансирование для проекта по использованию биомассы для централизованного теплоснабжения. Будет реализовано еще некоторое количество объектов, но сколько из них будет реализовано в Гумельской области, мы пока не знаем. Будет зависеть от тех предложений, которые нам передадут коллеги из области. Конечно, надеяться только на помощь Всемирного банка не приходится. Тем более, что удельный вес бюджетных средств, которые выделяются на эти мероприятия, гораздо больший. В любом случае, это серьезная подспорья, которая вносит весомый вклад в реализацию региональной программы Гумельщины по энергосбережению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова